Мы в улице! Мы в улице! Если были не правы, признаю. Что-то борзой стали молодежь. За что я стал отцом бандита? Это как возможно вообще? Давай гони быстрее! Догоню я! Давайте пацаны слово дадим. Слово пацаны. Че там сто тысяч рублей подготовил? На тачку едем. На тачку едем. Нет, сотка на тачку. Серьезно? Да какая тачка? Тимоха, давай! Давай! Переключайся, сука! Прошла у нас гонка. У нас были противоречивые чувства. Мы с Тимохой вечером созвонились. Каждый рассказывал переживания по тому поводу, что забрали у пацанов машину. И неоднозначно было, что мы думали вернуть машину или не вернуть. Жалко ребят, что старта у них денег нет. Думали, как поступить. Решили. Мы просто подумали. И потом мы все совещались. И с Жекой, с Шифером я созвонился. И с Никитосом мы общались. Но это было спустя три дня. Потому что на следующий день после гонки мы уехали на контейнер к Жейхичу Дубровскому. И как-то прошло время. Все переосмыслили, все подумали. И мы вернулись. И решение не было принято. Аранжовер стоит у нас. Я его вообще не трогал. Ты трогал? Нет. Может сын не укатаешься? Он с того дня так и стоит. Он до сих пор так и стоит в гараже. И мы ничего не приняли, никакого решения по нему. И мы поняли все. Причем и проигравшая сторона, и мы. Что если мы сейчас его вернем, то получается все будет по наружку. И тогда в следующий раз, во-первых, будет пацанам неинтересно. Нам будет неинтересно. Да, там еще единственный момент. Там не просто вернем, а как договаривались на 100 тысяч. То есть мы выиграем 100 тысяч. Ну вот решили, что не будет. Да, потому что в следующий раз, если мы что-то будем делать по спору. Все будет вроде договорняк, что да ладно, ничего страшного. Здесь можно поспорить и на Bentley, и на что угодно. А потом за кадром мы можем поменяться, вернуться, чтобы об этом никто не узнал. Поэтому решили, что оставим так, как есть. Галимая постанова не удалась, поэтому мы забрали машину. Ее судьба нам пока. Ну мы, по крайней мере, не придумали, что с ней сделать. Пусть пока стоит. Я думаю, что ее надо будет продать и просто эти деньги вложить в что-то следующее. Я считаю, что мы должны спросить мнение наших зрителей, потому что они тоже всегда знают, как лучше все сделать. Поэтому просто напишите, желательно развернуто, как бы вы в этой ситуации поступили на моем месте, на Тимохином месте и на месте Жеки и Никиты. Потому что в любом случае интересно ваше мнение. Возможно, мы ошибаемся и что-то мы неправильно делаем. Я вам говорю, это от души. А сейчас я вам покажу. В общем, мы приехали в Royal Customs. Как мы приехали сюда и как удивился Паша, мы сейчас поставим эти кадры. Это было вчера. И мы решили с нее, как и обещали, снять всю пленку, которая, смотрите, она просто вся вросла. То есть она моментами вот где уже отошла, не знаю, грели ее, но она просто откалывается кусочками вот такими вот. Мы хотим снять эту всю пленку, посмотреть, что под ней, безумно интересно. Я думаю, что многим из вас тоже интересно, почему ее оклеили, почему не снимали пленки, почему она в такое состояние пришла и что вообще произойдет с Bentley. Вернее, с кузовом. Что осталось от кузова? Как раз покрытием совсем. Я думаю, что у кого-то есть тоже такие варианты, такие автомобили, и они боятся снимать пленку, потому что думают, что там краски. А вот мы кусочек уже сняли. Посмотрим, что будет. Сейчас Royal Customs просто сойдет с ума. Заодно мы узнаем технологии снятия пленки и приведения машины в порядок. И кто боится снимать, да, с таких же автомобилей, когда уже выгорело, вот посмотрите, как раз нужно или нет. А после того, как мы снимем пленку, мы готовы эту Bentley продать. Цена? 700. 700 тысяч рублей. Погнали. Победа, конечно, не совсем сладкая, а такая немножечко омраченная, но это об этом позже я себе сделал вот такой вот подарочек. Я сейчас не могу определиться, примеряем на Range, либо на GTR, либо на Tesla поставить. Сейчас вам расскажу подробнее, что это за устройство. Оно, кстати, стоит всего лишь 6999 рублей. Ну, я погуглил, да, в целом. Ценник вам понятен. Значит, мы раньше когда-то ставили себе устройство там и по 20 тысяч, и по 25. Все писали, да что, вот такие дорогие регистраторы, такие дорогие устройства. Давайте вот сейчас просто разберем нормальное устройство, которое доступно, мне кажется, каждому. Уже более 100 миллионов видеорегистраторов DDPI продано по всему миру. Более 10 миллионов водителей выбирают DDPI. В нем есть запись переднего и заднего плана. Передняя камера записывает кристально четкие видео в формате HD. В отличие от камер с углом обзора 170 градусов, камера со сверхшироким углом обзора 140 градусов не искажает изображение при записи. Задняя камера с разрешением 1080 точек вращается на 360 градусов. С помощью видеорегистратора DDPI можно осуществлять наблюдение за припаркованным автомобилем в течение 24 часов. Во время парковки видеорегистратор снижает скорость записи до 1 кадра в секунду, но продолжает поддерживать воспроизведение с нормальной скоростью. Встроенный модуль GPS отображает данные о скорости, маршруте, расположении и времени, а встроенный модуль Wi-Fi позволяет просматривать и скачивать видео, где бы вы ни находились. С помощью приложения DDPI вы сможете легко ввести видеоблог и накладывать на видео спецэффекты, фильтры, музыку и другое. А G-сенсор распознает резкое торможение или столкновение. Камера автоматически запишет эпизод дорожного происшествия и сохранит в отдельной папке 10-секундное видео, которое послушает надежным доказательством при страховом случае. Переходи по ссылке в описании и заказывай видеорегистратор DDPI. Это сэкономит тебе, кстати, средства и не нужно покупать никакие вот эти вот дорогие устройства. Что удобно, есть приложение, всегда можем настроить именно угол обзора, мы видим, как он снимает, раз, подвигали здесь все. Хотя на самом устройстве нет никакого экранчика. Но самое интересное, мы можем выбрать здесь и фотографии сохранить, можем видео, в любой длительности мы можем это все выбрать. Можем посмотреть, какая скорость была, ну, многие параметры, какая улица была и так далее. Вот, допустим, маршрут, где мы едем. То есть это все тоже очень важно в случае наступления какого-то страхового случая, когда у нас будет этот файл, который будет подтверждать нашу, надеюсь, невиновность или вашу невиновность. Да, что вы ехали, все правильно, все скорость была соблюдена. Поэтому устройство на самом деле бомбическое, тем более за эту сумму. Это просто вот чего-то лучше найти, я думаю, что невозможно. Вот приложение называется DDPI. Это собачка одноглазая, значит, на ней глаз это камера. Вот она все показывает. Здесь можно вот так делать. В общем, куча настроек, переходите по ссылкам в описании. Почитайте, посмотрите, заказывайте и пользуйтесь, потому что, ну, реально удобно. Маленькое такое устройство, очень длинный провод, не надо ничего наращивать, ничего не надо подпаивать. Вот провели вот так вот по салону, завели на USB-шку, ездим, все снимает на флешку. В общем, все супер. Хочешь охереть жестко прямо? Чего? Ну, мы тебе сейчас тачку привезем, ты готов или нет? Это какой-то опять проект сумасшедший, да? Если я боялся позвонить, я знал, что ты откажешь. Что там расскажут? Сейчас привезут и потом с ними будешь реагировать, да. Окей, хорошо. 22-й год, сейчас такие машины по 40 миллионов, где Турбайс. Нет, это не Турбайс, это GT3. А, это еще дороже? Это другая философия немножко, это для кольца. Да, потому что там каркас, ковши, да. Я боюсь даже над ним фотик держать, не дай бог упадет на капот. Каркас, ковши. Самый, да, уже. Да, заводы, ой, заводы. При покупке были еще ремни, четырехточечные, мы их сняли, поставили обычные. А ремни к каркасу, да, прям крутились? Да, вообще, классно. Дальше такое раздолбить, да? Уф, не на горках, по городу. И на ней еще акропаве стоит. Класс вообще. Готов? Я пока не готов ни к чему. Мне хватило Subaru. Да, ну Subaru-то вообще лает. Мне кажется, вы закроетесь на месяц с этой машиной. Всем клиентам скажете, что мы не можем... А может, я на крышу поставим? Просто, блин, она стоит. Она и там стояла, ты сам знаешь, шесть лет. Вторую жизнь надо дать. И какой объем работы? Снять пленку. А там краска точно живая? Говорят, да. Это кто говорит? Ну, владельцы бывшие. Нет, мы поехали. Ну я же уже отказывать неудобно. Уф. Ой. Антон, я тебе сразу скажу то, что вот который лак здесь полопался на пленке. Она скорее всего, точнее не лак, пленка полопалась, она скорее всего и краска полопалась. Имею ввиду. Крыша, капот, крылья. Вы смотрели на ютубе ролики, когда такую же полопанную пленку снимали и там все окей было. Будем молиться. Загарчивый Антон, мне твои проекты вот тут же. В общем, два дня и мы здесь встречаемся с целой тачкой. Все. Я не знаю, сколько тебе тут сказать, но не меньше трех дней это точно. Нам надо ее продать, 700 тысяч выручить, да, Тимул? Можно и побольше. А как вы на январях будете продавать? А мы январь еще и снимем. Ладно, я не хочу это понимать. Я не хочу это понимать. Мы же решили в январе продать. Конечно, в феврале продадим. Продать, как есть на родных мозгах. В феврале, да. К мусорке. Ну я выгляжусь и смотрюсь, я даже облокачиваться не буду. Не-не, Никита лучше с ней смотрится. Вон смотри, вот и сразу видно, что он на бизнесе весь. Тачка его, и он просто продает нефть. Его вон, микроволновка стоит, нефть продает. Вообще тащусь от этой тачки просто. Машина мечта. Правда, говорит, твоя микроволновка? Нет. Моя микроволновка на улице стоит с оторванным бампером. Чего? Секретные наши моменты все высматриваешь. Как вы Бенжи расклеили, будете секретный момент. Вы сейчас что, вообще замутили что-то или все, уже стухли? В смысле? Куда мы стухли? Мы замутили, мы мутим, там двигаемся. В следующих сериях будет видно, что мы там делаем. А сами еще не знаете пока или что? Нет, сами знаем. У вас будет что-то выходить? Конечно. Нет, конечно будет выходить. У нас еще есть деньги, есть еще у нас энтузиазм, чтобы вас объехать. А стимул? Нет. Стимул для чего? Двигаться дальше в Кутцельсе, наверное, поставили? Да, оставить вас без машины к концу года. А самим остаться с холодильником? С микроволновкой. А если вот на этот Porsche поставишь в январе, он лучше поедет, чем завод? Вообще полетит, можно настроить стейдж 10 сразу, сделать без катов, без всего. Без шуток, спрашивай. Январем можно настроить лучше. Да, да. Трубы вверх, никакие каты там, ничего, эти даунпайпа, ничего не надо. Форсунки вазовские, запиливаем, все. А трубы вверх это как боссозоку будет? Как на этих старых американских драгстерах таких. Из капота. Из капота, да, будут торчать и все. Что, начали уже сдирать? Начали сдирать. Ночью? Нет. Не терпелось, наверное, всю ночь до 5 утра. Вы просто думали, как тебе ее обратно отдать? Зачем? Ты же сам согласился. Но я потом хотел отказаться. Сам звонит, говорит, дайте мне бэнт, я хочу ее подрать. Не было такого. Ладно, что у нас получится? В общем, берем болгарку и очищаем ее так, по-другому невозможно. Не-не, надо хорошо сделать. Смывкой сразу. Либо смывкой краски, да. Вы лучшие в городе или нет? По съему пленок нет. Поэтому будет сделано хорошо, но не знаю, насколько безопасно. Сейчас практикуетесь. Как пойдете, все будут вам пригонять. Все таксисты к нам, короче, да. Чтобы безопасно было, мы нагреваем и планик очищаем. Сольвентом, чтобы клей разъело. И максимально щадяще постараемся это сделать. Крыша будет самая жесть. Погнали! Только на воду. Ногти не стриженные. Начинаем. А ты будешь отдыхать, не будешь снимать? Я буду контролировать весь процесс. Ну, кстати, все кажется, на самом деле, проще, чем есть на самом деле. А на пленке настолько высохла, что она просто ломается. Смотри, как ловко получается. Как у моха получается. Самое прикольное, что обязательно кто-нибудь найдется и напишет, а может быть даже человек 300 напишет, что мы неправильно пленку снимаем. Ну, все есть специалисты в каждой сфере. Кто так снимает? Ножом. Ты видел? Те, кто в ютюбе пишут комментарии первые, вот Тибок сейчас первый выключился. Кстати, Никитос это вот конкретно тот самый образ хейтера, который знает все про всех. Вот любого человека в Воронеже, назови, или в Москве, он с ним знаком. Да? Он во всех ресторанах был, он был на всех совещаниях, на всех симпозиумах. Он знает, где… А, ему документы давали по всем обороткам, по любому бизнесу, он все знает. Что в комментах написали, что детский сад? Не знаю, это не про нас точно. Привет. Не про нас. Нет, про меня писали, что я алкаш. Про меня не писали, что я алкаш. У тебя нет, они просто не в курсе еще. Пузырь. Да, да. А если сюда, с компрессором в ладу, как показывали в ремонте, можно по правой. Давай. Здесь компрессор? Где-то, где-то правой. Нормально. Работает ситок. Хорошо пошли. Приехали уже покупатели, забирать тачку хотят. Цена 700 тысяч. Это без января. Если и января оставляем, 750, потому что они обошли примерно 44, плюс там туда-сюда, какие-то мелочи, что-то свечи. С января где-то 50 тысяч накидывается. 70, а я чуть 750. Там есть еще татчики, которые я не считал, я что-то добавлял. Вы гонялись на ней с рейндж-ровером, и ты проиграл. Я ему, причем мы хотели на 100 тысяч, договорились, будем говорить, давай на тачку, а сам понимаешь, что мы проиграем. Он соглашается. Мы бьем по рукам 3 заезда или 4 там даже. Ты в него вкладывал что-нибудь? Душу. Ты душу в него вкладывал всю свою. Да мы с ним проковырялись 3 дня. Мы 3 дня мучились, восстанавливали рейку, думали, что с ней сделать. Мы по коробке в 2 сервиса переездили, заливали масло. Ну типа в одном серваке сказали, масло в уровень залить надо, и он поедет. Залили, он вроде как поехал. Второй раз мы на тесты перед гонкой выехали, мы положили коробку, она там все масло сожгла. Как она может сжечь масло? Перегрев по коробке идет, и масло подгорает. То есть ты понимаешь, если бы ничего себе не делали, она сейчас дороже стоила. То есть вы понимаете, вам не надо этой херней заниматься. На самом деле, если бы мы не выехали тестировать ее, когда мы тестировали на видосе, на подготовке, то мы бы объехали стопудово прям. А если бы просто выехали, то она бы еще у вас была. Мотор не дымит, да, вы говорили? Не, мотор охеренно прям вообще стопудово. Мотор не долбит хорошо. Да я сейчас сториз запилю, его заберут, какой-нибудь Ермак. Не сомневаюсь. Да не, за пятихатку он отлетит стопудово прям. Так, а я же его снимал, мы его сами забирали. 500 сейчас, ключи, документы, поехали. Там я даже на карточку. Субедите, 500 он в любом случае. Он без запретов, без ничего? Не, без запретов, юридически чисто. Без документов, просто. Нет, доки есть, он снят с учета. Ну, типа, туда не запрет, ничего не убьется. Курские аккумуляторы, кстати, сейчас делают хорошие. У них повышенный ток, читал, кстати, про них? Нет. В общем, они, какая-то технология, ну, я попозже почитаю, расскажу. В общем, я слышал, они делают повышенный, усиленный ток отдачи. То есть, ну, зимой лучше заводится. И они по цене, кстати, ну, выгоднее покупать курские. Я сейчас хочу сюда два сразу поставить, чтобы мы так не мучились. Чтобы человек приехал, там, сюда мог завестись. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, чуть-чуть у нас получается снимать эту пленку дубовую. Скорее всего, самая была, самая дешевая, рекламная. Помогает во всем этом делом сольвент. Он вступает в реакцию вместе с клеем. И помогает нам вместе с феном снимать эту бывшую употребление и красивую пленку. В общем, уже часть капота, крыши сняли. У нас под некоторыми элементами есть шпаклевка. Видимо, подготавливали, выравнивали кузов, чтобы все посмотрелось красиво. И теперь мы еще раз ее подготавливаем под новую оклейку. 7 утра. Едем мы в Royal Customs для того, чтобы посмотреть результат. После того, как мы сняли всю пленку с нашей Bentley, хочется, конечно, увидеть. Мне кажется, она будет не такая яркая, конечно, как была в этой золотой пленке. Хоть она и казалась убогой, но мне кажется, результат нас не будет сильно радовать. Ну, сейчас посмотрим. Но самая важная информация, почему мы едем именно в 7 утра, а не в 10, не в 12 дня. Потому что там должен быть сейчас человек, который ее сегодня заберет и увезет на другой конец нашей страны. Хотел сказать планеты. Ну, для нас, наверное, почти планеты. Вот. И сейчас вы увидите, кто это будет. Я думаю, что он даст ей прямо продолжение жизни, потому что он специалист как раз по таким проектам. Для чего и почему и как? Ну, на самом деле, я ему сам позвонил и предложил, когда понял, что спрос на машину большой. Много интереса было к ней проявлено. Многие хотели кинуть на нее задаток, за нее. Вот. И я думаю, блин, ну этот человек, он реально не будет ее перепродавать, как вот моя красная. Вот она пошла реально по рукам. Сначала я ей подарил легкий капону. Потом она попала там в другие руки, он ее продал. Потом из тех рук она попала в синдикат, там каталась по всяким, как называется там, стульчики, не стульчики, контейнеры. Потом ее выиграли, потом ее опять передарили, как я понял. Здесь я боюсь такой же судьбы. Я хочу увидеть именно продолжение машины, чтобы она Bentley ездила и была во всей красе, как она должна быть. Потому что ей вторую жизнь реально можно дать. Вот. Сейчас вы увидите, кто это. Ну и самое интересное, вы помните, буквально там 5-7 минут вы видели, как приехали пацаны, которые смотрели Bentley и хотели купить. В итоге мы сошлись на том, что они забрали Range Rover. Я просто им сказал точку, где он стоит. Они поехали, ключи были в нем, они его забрали и просто завезли мне деньги. Вы видели там, у нас сториз был в телеграм-канале, как деньги пересчитали. В общем, машина уехала, она уже в Чебоксарах, у нее там интересная история. Но, тем не менее, Range продан и Bentley сейчас тоже будет, скорее всего, продана. Я что, я не видел вообще? Вообще не яркая, неприметная. И, блин, если бы я не знал, как бы я просто мимо проехал бы. Что-то, мне кажется, это к нам. Ну, с камерами точно к нам. Только первый раз увижу оператора Лиша. Это ты монтируешь видосы? Нет. А кто у тебя музыку такую находит? Все я, все я делаю. Ты сам? Все. Блин, где ты ее откапываешь? Прикольная музыка. Какая, ностальгическая какая. Это с нашего, как говорится, с нашей молодости, нашего детства. Вы выспались нормально все? Да. Но мы так рано никогда не встаем. Да, это совершенно ужасно, конечно, слушай. Почему? Ну, только мы два часа поспали, да? С дороги еще тем временем. А во сколько вы приехали? Слушай, мы приехали, мы долго засиялись. Ну, как бы все равно пока там, сям. Мы два часа поспали. Ну, это что страшно? Это вы взяли в Москве коршельник и на нем приехали. Да. Сколько он обошелся? 12-300. Ну, это дешевле всего. Ну, а как ты, ну, по единству, грубо ты в моей ситуации ты все сделал? Не знаю, на поезде приехал бы. Нет, у нас время прямо ограниченное есть. Помнишь, говорил, что прямо у нас есть свои эти... 12 до сюда. Нет, туда-обратно. А, туда-обратно. Ну, это нормально. Еще плюс бензин. Презиняю. Это Илюха, который ставил январь на эту машину. Который разохматил всю проводку? Ну, он говорит, вообще-то ее никогда не восстановишь больше. Не реально? Проводку? А что с тачкой-то вообще вкратце? Все. Слушай, тебе какая разница? Ты такие, блин, трупы выкапывал изо льда, блин. Я когда увидел Infinity, какой-то FX там 35-й, 37-й там был. Просто Миша ходит вот так вот вокруг гаражей. Просто вросли сиденья там, руль где-то там, стекло. Просто вот так вот выковыривает, складывает все. Я говорит, восстановлю. Как можно было это восстановить? Я просто в шоке. Смотрю, блин, следующая серия. Реально они ее восстанавливают. Я думал, прикол какой-то. Держи-ка, я просто от тебя в шоке. Я слежу за тобой с ролика. Я случайно попал году в 15-м Audi, ты какой-то обзор делал А4, там, где-то на улице вы стояли. Это Будумбин. Прикольно так парень рассказывает, как-то интересно. Мне как-то то ли лайк поставил, а мне постоянно пошли рекомендации, я подписался. Мы за вами тоже следим, не переживайте, пацаны, так что будьте аккуратны. Я заметил комментарий. Я когда увидел твой комментарий по поводу видосик, я Бентли, я думал, блин, это точно твой вариант, тебе нужна эта машина. Ну, мы еще не смотрели тачку, может, я зря писал комментарий этот. Хотя, конечно же, ну. Но в пленке она лучше была. Нет, нет, спасибо, кстати, что пленку сняли, это сложно было? Ну, блин, я дружу с Royal Custom, Паша за голову брался, но сделал. Кстати, сполировались все эти кассетины, но видишь, все равно поломать не много. Ничего страшного, я сам перекрашу. Я уже даже цвет придумывал, ну, если опять же это что-то поедет, как у Илья говорили, что пацаны тут под замену, или как-то свап-комплект, да, типа, ну, уже под что-то? Ну, вообще, ничем не хотели сюда, хотели ЗМЗ на механике поставить. ЗМЗ? Да, есть ЗМЗ на механике. Это, такое ощущение, что это пленка была, это так невозможно замотовать, типа, понял? От песка труда, так невозможно пары, то есть, это защитная пленка может быть какая-то, или она на солнце такая фара перегрелась? Да фиг его, а мы, кстати, не обращали внимания, они такие были фары? Ну, их нету, наверное. От солнца, наверное. Корее всего, да. Она стояла на солнцеперке около шести лет. Ты прикинь, я, короче, ну, видео посмотрел, я, ну, заинтересовался, мы потом с собой созвонились, я реально зашел в навигатор, ну, там, и гугл-карта, грубо говоря. И знаешь, там есть такая функция, девочка опускаешься и, грубо говоря, по городу ходишь, то есть, я уже ознакомился с местными достопримечательностями, и я реально нашел то место, где, по-моему, в 21 году эта тачка стояла, то есть, понял? Дорога, человечек, понял, ее снимали, и вот она стоит там с золотистым цветом, видите, еще более-менее, она бы не была такая выгоревшая, только-только не на кирпичах еще стояла, да? Кстати, да, на панорамах-то можно посмотреть, я что-то не подумал. Есть, есть, реально, то есть, она стояла, то есть, ну, то, что вот вы говорили в видео, да, так она и есть, то есть, это прямо, ну, историческая тема, причем, сам прикол в том, что вот Леха у нас есть общезнакомый, он, как бы, с Кировска сам, но приехал сюда на ПМЖ. Я вот, ну, когда узнал всю эту тему, ему звоню, говорю, лег ты в курсе, он говорит, ну да, я говорю, что это не сказал, то есть, она здесь, понимаешь, уже три года живет, я говорю, что это не сказал, что там, ну, Бент стоит на улице, а он мимо ее есть. Все думали, она картонная, никто не верил, что в ней что-то есть. А я потом поехал, ее посмотрел предварительно, и, как вы сказали, все на месте, типа пневме жопа, ну, пневма вот держит сколько уже, больше месяца, ничего не сдувается. То есть, твои прогнозы, это мотор и проводка? Салонный блок, который климат или комфорт, он глючит, то есть, я вот сейчас не могу стекло поднять, оно поднималось, когда я отдавал. Ну, магнитол вот это не загорается, короче, какие-то есть глюки вот у нее и все, поэтому вот сделали все свое и все. Вот она раньше стояла на газоне, это 21-й год, потом ее же сюда переместили. Вот, знаешь, что получается, да? А давай 14-й год. Нету. Нету. А еще и шинторг это не было. 14-й, 19-й. А интересно, что построили раньше, шинторг или бендли там стало и вокруг нее шинторг образовалось? В 19-м году шинторг еще только строят. То есть, помнишь, как машинка, даже с историей, причем, да, жизнь, конечно, покидала ее. Ну, Илюха сказал, может, сейчас ее завести, пока январе стоять. Да, смысл? Ну, смысл заводить. Ну, что ты знал, что... Да, конечно, я знаю, что все равно это все... Не проходи. Да давайте заведем. Давай заведем, Илюх. А лишним не будет. А что, кстати, вы с открытым капотом постоянно ездите, что, не работает? А Илюха тут проводок на пике вот для гонки ставил январе, чтобы мы поехали. Да они стоят. И они как-то не влазили. Задача была же выиграть рейнжовер. Выиграли? Да. Ну, просто эта уже серия вышла, а ты сейчас просто пока ее не видел. Чтобы не поймал, пацаны тоже не видели, но вот у нас фаэтон есть, и он тоже рейнжовер даже на задирах, он обгоняется. Там конка была жесткая, мы забрали рейнжовер. Пактроники, да, круг, шпаклевочка под пленочкой, трещины, бампери. Вот сами вентиляторы включились. Загонные тормозные. А ты не говори? Ага. Коллектор дырявый, смесь. Класс, там нормально не отстроилось. Жабо было, когда покупали. Коль, ты чувствуешь, как все как в фаэтоне, посмотри, видишь? Не жалко прощаться с ней? Нет. Все как полагается, да? Два аккумулятора, один на мотор, другой на сеть бортовую. Здесь немножко по-другому, не так как. Ну, понятно, что она печальная, да? Ну, как ты говоришь, как ты любишь? Ну, а что вы хотели, Бентли, за сколько? За 500? Да цена-то какая? А я не знаю. Ну, что, прокатимся? Да прокатиться надо. Давай, вот, буквально. Я на трассу даже выезжать не буду, потому что у вас там сегодня с утра пробки. Просто хотя бы, ну, первая-вторая. На территории попробуй, да, что коробка будет хотя бы что-то обработать. Давай, давай, Коль, садись. Вот отсюда она даже очень красиво выглядит в этом сете. Ну, красивее, чем ТПХ. Ну, да, Господи, где? Все, у меня есть. Ну, с чем можно сравнить еще эту Бентли? Ну, с Теслой давай сравним. Ну, вроде ничего. Запорожьем с твоим можно сравнить. Не, мы вообще Запорожьем. Ушка. Все, супер, туман пошел. Он поехал в пробке у ней стоять? А он сразу на Мурманск. Тут просто через 30 метров такая пробка стоячая, огромная, просто, несколько километров. Все. Ну, что? Ну, естественно, я думаю, что первый раз, когда я буду наездить на этом кузове, хотя, а, второй раз я езжу на этом кузове, будут другие эмоции, но потаскала жизнь, конечно, машинку эту потаскала. Ну, какие планы у тебя? Ну, постоять на ход. Просто в идеал отреставрирует? Какой-то еще. А что, все, дичь? Нет, не свап-комплект, не что-то такое, что туда будешь ставить какой-то японский мотор. Нет, эта машина должна стоять на ход. И она должна стоять на ход таким образом, чтобы потом встала на учет. Ну, по идее, как бы, как бы, план такой. Ты хочешь, мы тебя поставим сегодня? Нет, ну, это другое, блядя, нет. Даже номера можно красиво сделать. В двойне сложнее со стоимостью и с наличием запчастей, поэтому тут в двойне сложнее тачку постоять на ход. Но, тем не менее, ту цену, которую ты предлагаешь, это, ну, так хоть как-то адекватно, потому что, ну, другую машину мы за другие деньги, ну, не найдем. Интересно. Да. Прямо это, как бы, по-моему. По счету, ниша, смотри, кузов целый, ну, вот там, да, с ржавчинкой. Я только не пойму, как она алюминиевая. Мотор из проводки. Моторы, они продаются, я смотрел, 350-400 тысяч. Сторговать. Каталобыр не существует, но я не нашел, кроме, что, знаешь, там поршня отдельно, то есть, они лемонтопилотские. Может, выдержануть, можно. Ну, опять же, все это на бушные будет оставить, то есть, это бушные поршня, они, по-моему, кажется, все моторы такие. А ты моторы сам делаешь? Ну, в легкую, только почему мы, допустим, последние несколько проектов не делаем мотор, потому что, как говоришь, с запчастями, ну, то есть, проще купить, понял, контракт непроверенный, нормальный, без задеров, чем ты будешь делать, ну, даже в два раза дороже. И, опять же, ну, мое личное мнение такое, как бы, ну, не хочу, там, кому-то камни в огород, все-таки завод, это завод. Везде у всех подходы разные, почему нет, кто-то хочет, может, этих идеалов есть, но моя, как бы, немножко политика, да, я все-таки хочу, чтобы, допустим, если ты что-то делал, ты получал, ну, не знаю, как, не кайф, знаешь, как лего там, как вот это дети собирают, да, какой-то, ну, результат, как-то ты сделал своими руками. То есть, да, понятное дело, что можно, за деньги, знаешь, можно все, но чему удивляться, ведь за деньги, ну, чему удивляться, позора нет, ну, видишь, как бы, всех подход разный. Ты не передумал? Нет. Я не боюсь, ну, я, как говорится, не боюсь ударить грязь в грязь лицом, потому что, ну, все бывает. Январе тебе нужны? Если нужны, то только чтобы, знаешь, загнать тачку в гараж, чтобы мы там не потели, грубо говоря, с тросами. Соседи не завали машину заталкивать. Ну, а ты калюхи пришлешь, а мы тебе пришлем жабу, дворники, что там еще? Все, больше ничего. Еще, давай-то, ты объясни, как ее заводить и как глушить. А, ну, там же система, агит. Подключаешь слемы, вот это к плюс, пристегиваешься, это насос, и все. И? И все заводишь. А как это получилось, что выключил зажигание, а она только потом заглопну? Ну, потому что я отключил, она заглопнула. Насос, пока не прокачал, да, остаток гвентина или что? Все, пока давление не уйдет, зажигание включено, но постоянно. Слушай, вопрос, Антон, такой, смотри, все-таки вот так вот глядишь, да, канал посматриваешь, и вот вопрос, может быть, даже часто в комментариях тебе пишут по поводу того, что, допустим, участвует какая-то дорогая тачка, да, там, вот полтора миллиона, грубо говоря, там, миллионы, все, но она дорогая. А она, ну, не приспособленная, это кроссовер или бывает сетан. И вот эти вот оторванные бампера, люди врезаются, скатываются назад, там, кто-то там, да, понял друг друга. Это люди, понимаешь, рискуют чем-то или как, это азарт или что это? Это азарт, да? То есть, грубо говоря, когда я приехал, там, несколько человек, вот, да, они заехали? Ну, смотри, как происходит, приезжают люди, обычно пишут в комментариях, да, вы что там, лохи, не можете заехать? На видео не передается никогда куртезна склона, если мы говорим о горке. Ой, да вы там ездить не умеете, я приеду, порву. Ну, как правило, 95% никогда никуда не приезжает, конечно же, но те, кто приезжают, они вот так вот видят, ну, что, с ума сошли, блядь, это невозможно. Ему показываешь на камере, ну, на камере это вообще просто склон лёгкий. Они начинают ездить, они видят, один заехал, всё, я тоже хочу, я хочу попробовать. Когда ты одну-две попытки делаешь, у тебя уже азарт, и всё, ты уже не можешь остановиться. Мы очень часто останавливаем людей, хватит бить машину, ну, нельзя так. Второй вопрос, допустим, она, смотри, это были у вас УАЗики, Зилы, ну, что такое не было, гелики, Теслы, всё, Ауди. Какая техника тебя должна удивить, ну, чтобы приехала на УФРОД, у вас всё было, реально. Ну, прям, чтобы ты такой, да ладно, типа, ну, хороший, ну, гусеницы, КАМАЗ, там. Мне, гусеницы неинтересные, я КАМАЗ мечтаю, трёхмостовые, 6х6. Ну, мне пообещали, в Пензе есть, приглашают в гости, а так, ну, удивив, ну, Ламба, если приедет, в горку долбить. Ну, хотя, я видел такие видео. Урус? Урус не удивит, не знаю, мы сами уже понимаем, когда заходишь на сайт продаж, ну, там куча марок, да, вот что купить, вот мы сидим по вечерам, у нас там 10-15 человек в команде, и уже нечего, всё было. Но мы всё равно нашли, вот сейчас мы за последние две недели купили три, три вида техники разные, которые не было ещё на канале. Посмотрим, посмотрим. И такие, вот, знаешь, вот, когда приезжаешь, что она может, что она вот интересная, вот такого вот давно нету, но вот мы всё-таки умудрились за последние, ну, где-то месяц, да, да меньше купить три образца, будет интересно. А так, к чему мы придём, видишь, мы иногда по кругу идём, Subaru повторяются, Audi повторяются, но уже так неинтересно смотреть, и самим уже неинтересно, знаешь, что она может. Тебе приходится ещё глубже её зарывать, эту Audi, а это не даёт такого отклика, как и раньше было. То есть, всегда все пишут, у нас тогда Геннадьевич приезжал на Audi, ещё в самом начале, ну, сейчас пересматриваешь видосы, ну, это, кажется, такой лайт, ну, что-то там, блин, по скользкому подъёму без колеи там заезжали. А сейчас, когда ты просто зарываешь тачку, блин, по ручке, разуваешь все колёса, и все пишут, нет, не то, что вот раньше было лучше. Приезжай к нам как-нибудь на Уфрону, блин, далеко. Молодец, просто даже без техники бить. Знаешь, шигу покажу идти, да? Ну, ты ж в Москве тущишь, приезжай, без машины мы тебе дадим. Ну, Бентли сделаешь, приезжай. Мы в Москве часто катаемся. Я вызов трену, спасибо. Не жалко? Нет, а что должно быть жалко, почему? Может, ты сродился с ней? Нет, я все, что планировал, я сделал. Нет, мы хотели Уфроуд ещё, и слава богу, что мы его не сделали. Мне кажется, мы просто тачку похоронили там. А так мы что прокатились, мы на ней заработали, потому что мы выиграли оранжевер. Мы получили опыт, мы показали, что Илюха может всей стране, вся страна посмотрела и офигела уже. Можно, можно заставить на январях ездить в Бентли. Вот, ну и что, и воспоминания хорошие. А дальше уже попадает машина в руки, в правильные, где она будет приобретать новую жизнь. Но у нас бы, мы бы и не сделали, у нас нет таких сервисов в Воронеже. Нет людей. Возможно, они, конечно, есть, мы не знаем. Но очень тяжело, мы сейчас столкнулись с такой проблемой, когда переехали из Белгорода в Воронеж с сервисами большой напряд. Кто-то ее отправит, да, и он ничего не сделает. Вот так вот, как бы, реанимировать, Илюха разобрался, да, вот. Заняться там, водовым салоном. Салон, ладно, Royal Custom сделает. Покрасить мотор. Нет. Это просто на три года он садится. Как думаешь, справиться? Легко. Я просто знаю Мишу, я слежу за ним уже, ну, лет шесть, как бы не семь сделали. Это будет очень интересно. Поэтому, зрители нашего канала, обязательно переходите к Мише Яковлеву на канал, подписывайтесь. Я от души просто рекомендую этот. Человек мне очень нравится, импонирует. Он правильный, настоящий мужик. Согласки-то загорелись. Довольный. Не, ну это, ну, своего рода мечта. Ладошка вспотели. Не до того. Гараж сейчас свободен под нее? Нет, к сожалению, да. Поэтому мы сейчас приезжаем и машину прямо в ускоренном режиме собираем. Турбина приезжает, собираем, ставим. Бас закатываем. Джипы, альп красный, да? Нет, джип просто на ходу, причем, в идеале. Если просто в месяц, то вообще я практически ничего не скрываю, смотри. А что у вас сейчас, какой проект? Ну, это похоже, кстати, техника, а они там, можно сказать, одноплатформенные. У нас же аккумуляторы лежат новые, я на нее купил. Я позвоню, ты просто бросаешь. Ну, будет нехорошо, что мы отдадим на старых, а новые у нас останутся. Мы-то себе еще купим. Миш, тебе аккумуляторы новые нужны на нее? Уже сразу? Ну, здесь стоят свежие, а я могу тебе новые. Я купил на нее новые аккумуляторы. Просто, ну, ехать по пробке километра от 4. Нам все надо. Я думаю, ты легко успеваешь, и мы съездим, я тебе подарю аккумулятор. А потом у нас документы есть стороны. Мы сейчас поедем в офис, все будет. Маснулся, тот самый человек. Нет, это просто наш любимый город Воронеж, что надо добраться с точки А в точку Б, это надо выезжать за полтора часа. Выспался. Ну, конечно, выспаться надо после такой работы. Все сделал. Миша приехал, сказал, я не... Как ты высполил, достали, ты как это получил? Там кнопочка есть. 200 разогнались. Ты реально аккумулятор даешь? Да, с повышенным током. Сейчас как отрекламирую тебе, будешь только их покупать. Давай. Сколько стоят у меня эти? Желткие. Да нисколько. Слушай, а по поводу расчета, по поводу покупки и продажи, нам куда-то ехать отдельно? Позавтракаем, это прям по пути, все у тебя все равно Москву будет. Ну, а что, моя-то малышечка готова? Да, все сделали, теперь у тебя свет будет лучше, чем на этом X7. А что со светом было? У тебя были старые, древние ксеноновые модули, которые выделяли ультрафиолет, выжигали фары внутри, в котором мутнела линза. Теперь у тебя стоит современная линза от компании МТФ, серии Вайдбим. И свет, как еще повторюсь, лучше, чем на новом X7 в лазерном. Ну, единственное, что не будет вот это дальние вокруг машины, там пучки, свет. Ну, да, он будет единственное то, что не умный, но у тебя есть система АФС, это когда линза поворачивает влево-вправо. Мы ее сохранили, да, с помощью переходных пластин. Вот, и ночью сегодня выйдешь, я думаю, кайфонюши цвета. Ну, как раз сейчас зима, и сколько будет темных вечеров, ночей. А что это вообще такие работы стоят? Ну, именно на твой автомобиль это стоило 35 тысяч рублей, вот, потому что сложность в самом герметике разобрать фару, стоимость самой переходной пластины, ну, и, соответственно, стоимость комплекса работы. А что за модули это таких? Там, Хэлла или что вы, самые модные сейчас такие? Ну, Хэлла это цоколь, грубо говоря, на то, что крепится линза. Вот, а линза стоят от компании МТФ, серии Widebeam, это двухчиповый модуль. Вот, ну, одно из самых современных решений, которые есть сейчас на рынке. А двухчиповый это как? Ну, там существует такая матрица, которая припаяна условно два чипа. Вот, они через отражатель фокусируют цвет на саму линзу стеклянную и рассеивают цветом по дороге. Я вообще думаю, что вы только моете вот это пленки, клеите и вы полируете машину, правильно? Да, конечно, мы еще дооснащаем, там, электроприлит багажника и все в этом роде. Самые новые BMW там что-то вы делаете? Да, ну, на это вот ставить разрезионный регистратор вперед-назад, соответственно, полностью клеить, ну, и дооснащение тут уже все с завода есть. Просто мне про фары вообще не говорил, я удивился, я заезжаю к Паше помыть машину, как обычно, смотрят на фары, вот те какие-то убогие фары, ну, меня они вообще устраивают. Мне дага, давай тебе сделаем, ну, давай сделаем, в принципе. Машину решил себе оставить, поэтому сейчас уже и регистрацию на ней поменял, и диски примеряю, другие езжу. И салон, а мы же сделали защиту что-то кожи, да? Да, напитали, очистили кожу, как всегда, профессионально, как мы это умеем. Не на продажу, а для себя все делается. В общем, машина мне реально зашла, поэтому сейчас будем ее немножечко наряжать, как привыкли перекупы. Купил, продал, вообще не парится, помыл там снаружи. Кстати, если вы хотите Паше написать или узнать вот про все услуги Royal Customs, можете перейти по ссылкам в описании и посмотреть. Мы там оставим контакт на инсту, на ВК. Что еще? Телега, да, есть? Ну, телегой не пользуемся, основной это инсту, бутсап, я думаю, такие. Да, там посмотрите все работы и уже обращайтесь. В Воронеже, кстати, очень удобное расположение, почему я выбрал, что ребята классные, еще и мне близко дома ездить. В общем, ребята говорят, у них есть разные проекты. Если вам надо будет забить для рекламы стоянку, они вам привезут. И они, кстати, смотрели в Яндекс.Картах, панорамах, везде, как Бентли менялась с годами. Интересно. Сначала была прямо красивая, потом она немножко облупилась. Ну, вторую жизнь дадут. Не, посмотрим, не обещаем. Все, какие действия сейчас? У нас что? Так, подписываемся. Договор, паспорт изменяет. Мы делаем прямой договор, потому что, чтобы я не вписывался в ПТС, лишние тебе эти все моменты. Автотека красивая. В общем, на Бентли присвоили новые номера 993-136 региона. А Миша говорит, я буду делать блатные три семерки. Мишань! Ну, реально ты отдаешь? Ну, реально дарю тебе. Не, давай, я за любую... Ну, вот она контейнеры. За любую, так сказать, благотворительность. Я их купил на Бентли, специально их два. Они как раз отходят на популярность. Полярность обратная европейская. Это курские аккумуляторы, Форс, они сейчас самые крутые из того, что мы можем купить себе позволить. Можно за 100 тысяч купить, да, аккумулятор. А можно, в принципе, доступно. Они у нас в Воронеже продаются вообще много. Можно заводить Бентли, я не знаю. Ну, сколько у тебя надо будет, столько и заведешь. Плюс они при глубокой просадке, они, кстати, если там 2-3 дня постоят, ничего страшного. А потом зарядил, дальше ездишь, ничего, никаких проблем не будет, ничего не осыдно. А в ней стоят тоже там достаточно свежие, но вот эти вот лучше будут. Можно было, конечно, себе аккумуляторы эти оставить, потому что покупал их специально для Бентли. И думаю, ну, Миша забирает машину. Мы как-то даже и не предполагали, что так быстро она уйдет, но отдадим. И аккумуляторы эти покупали. Вы тоже видели до этого, что мы покупали другие аккумуляторы. Но они нам не подошли по той причине, что очень много разрядов у нас было, циклов заряда. И когда нам надо было экстренно завести машину, то не хватало, то еще что-то, то пришлось 2 зарядки купить. В общем, решили перейти сразу на проверенные, на аккумуляторы Форс. И отдаю сейчас их Миша, я думаю, что ему они в любом случае пригодятся, и он будет нам благодарен. Аккумуляторы Форс вообще предназначены для автомобилей с увеличенным количеством энергопотребителей на бахте. Куда греба кто-то себе ставит. Навигаторы у всех есть. Дополнительное световое оборудование, различные опции, не предусмотренные заводской комплектации. Повышенный пусковой топ достигается путем использования большего количества электродов и применения специальных модифицированных и неродных добавок для активной массы. При пуске двигателя в холодную погоду напряжение на плюсовых выводах аккумуляторов Форс падает меньше, чем у стандартных батареек. Аккумуляторы Форс вообще более устойчивы к глубоким разрядам, чем обычный кальциевый аккумулятор. Но, напомню, глубоких разрядов боятся вообще все аккумуляторы, только какие-то в меньшей степени, какие-то в большей. Если вы высадили аккумулятор, то необходимо зарядить его в течение первых двух суток, ну, максимум трех. Тогда потери характеристик будут минимальны. Если вы хотите посмотреть, где купить аккумуляторы Форс, где с ними ознакомиться, с их характеристиками, с их ценами, просто переходите по ссылкам в описании к этому видео. Мы свой выбор сделали, Миша тоже сделал, хотя мы ему немного навязали, но я думаю, что ему будет приятно. Поэтому следим на его канале, подписываемся на Мишу. Мне будет безумно посмотреть, как там будет наша Бентли дальше жить, как он ее доведет до ума. Ну, естественно, ему помогут аккумуляторы Форс. Приятно было пообщаться вживую, увидеться, а не только по той стороне экрана, когда, грубо говоря, ты сводишь контент, да, и, грубо говоря, не знаешь, что за человек, да, какие мысли и так далее. Очень приятно. Ну, если бы ты остался на пару дней, ты бы хорошо узнал. Хотелось тебе показать, центр красивый в Воронеже, покатать, походить, погулять, пообщаться. А так у нас все с бухты-барахты быстро. Приехал в 4 утра, в 10 уехал, все. Ну, что поделать, в следующий раз здесь все приедем. А мало ли будет и у нас, цифры знаешь. То есть еще, звоните. Ну, покажем горки, да, которые мы не можем, да, понял? Проехать. Да, вот приезжайте, возьмите, пожалуйста, чтобы я просто так руками развел. Все, ладно, да, реально молодцы. Потому что камера, как ты говоришь, не передает, правильно? То есть ты смоешь в нас вроде бы легко, а мы смоем вроде бы, ребята, ну что тут, может, в легкую заехать же. Так что как бы вот надо пробовать. Где-то там тыка. У нас есть Миша на Прадо, он заедет везде. Если надо будет, он на дом вертикально заедет. Это моральная проходимость, да? Да. Это работает, реально? У него, да. Мишаня, я на самом деле очень рад, почему тебя зовут Мишаня, потому что ты мне как родной, я тебя реально смотрю уже много лет. Знаешь, иногда есть все-таки какую-то дистанцию там соблюдать, а ты такой добрый, классный парень. Спасибо тебе, что ты приехал. Да, вообще, просто. На машину реально было много брони, много писали. Я потом понял, когда большой такой ажиотаж, и вспомнил твой комментарий. Думаю, позвоню тебе, предложу, чтобы, знаешь, мог продать ее, без разницы, кому. Да, потом ты скажешь, блин, для меня это был бы интересный проект. А кто хотел купить? Ну, человек шесть, прямо конкретно. Ну, а это, ну, прям для своих целей какие-то там? Ну, я не знаю для чего, я даже не спрашивал. Приезжали, смотрели, и когда ты мне сказал, это была пятница, по-моему, ты говоришь, подержи до понедельника. И мне до понедельника прямо назвали, говорю, машина, пока на паузе, на паузе. Мы спасли тех, что есть людей, слышишь? Ха-ха, трюклечей. Ты на жопе оторвал. Да ладно, а тебе тоже столько чего интересного. Не, я шучу, это, конечно, это сарказм, да. Нет, ну, пока интерес есть, руки чешутся. Поковыряем, посмотрим, как машина с душой. Я на нее смотрел, вот сколько лет ездил здесь мимо, на Москву, ездил по этой дороге. Всегда на нее смотрел. Я думал, что это просто муляж, она пустая. Оказалось, нифига. А когда еще ее завели, это, конечно, такой восторг был. А когда еще на ней выиграли гонку, выиграли рейндж-овер, это просто... Мы два дня не спали. Вот все просто переживали этот момент. Кто-то радовался, кто-то горевал. Не знали, как, чем это все закончить. Ну, так получилось. Зрителям твоим всем привет, респект. Тебе тоже. Еще раз. Все, пацаны, давайте крабовам. Удачи. Давай, все, мы погнали. Вы когда дома будете? Завтра вечером? Завтра днем. Как так быстро продали Бентли? Еще Миша Яковлев уехал. И видео на его канале вышло раньше. Вы сейчас посмотрите другую сторону. Я читал комментарии под его серией. Были, конечно, и негативные. Я не пойму, почему не нравится людям? Ну, купили машину. То, что хотели, попробовали, сделали. Миша забрал. Я ему позвонил, предложил для него. Это вообще, мне кажется, интересный контент. Тем более, новая ступенька. Для вас будет интересно смотреть, в чем я не устраиваю. Ну, в принципе, и по большому счету, наверное, все равно. Но мы сейчас будем продолжать двигаться в рамках нашего спора с пацанами. Кто-то, конечно, там разделились мнением. Мы это и ждали. Мы знали, что кто-то там будет за Шифера с Никитой, кто-то там за нас. В принципе, это все нормально. Нам надо двигаться, и мы можем два пути. Либо любые автомобили какие-то интересные покупать, которые нам, в первую очередь, нравятся. Мы не подстраиваемся ни под YouTube. Хотя очень много автомобилей, наверное, порядка 80% автомобилей, которые мы купили за последние 5 лет, но они были ориентированы для контента. Мы искали то, что будет вам интересно. Но есть другая сторона. Интересные автомобили нам. Вот я, допустим, хотел бы себе какие-то автомобили получить, которые у меня под чехлом бы стояли для моих детей, может быть, для внуков даже. Или просто от их обладания, как многие живут. Ильдар Автоподбор покупает себе автомобили, да, и вы знаете прекрасно. Там джипы, там Шкода, еще какие-то у него есть, которые ему нравятся, и которые он себе оставляет навсегда. Он не думает их продавать. И так же и мы. И вот сейчас мы встретили Илюху. На Воронеже его все знают, как человека, который проводит эстетику. Это просто невероятно крутое мероприятие. На него уже не раз ездил. И мне очень нравится, потому что я переехал из Белгорода, и я такого у нас не видел. И вот он приехал на такой вот машине, у которой пробег 40 тысяч километров. А я давно смотрю на автомобили, на Жиги, на 99-е, на 9-е. Я хочу купить прямо такую, чтобы была вот конфеточка. И вот когда рядом стоишь, ты видишь, да, ну, понятно, что есть какие-то следы эксплуатации, там, что трогались ручки. Но машина реально как новая. 2008 год, судя по стеклам, 9-й. Ну, смотрите, как она шикарно выглядит. И мы сегодня поедем. Есть у нас одна наводочка, причем от Вовы, от нашего оператора, по одной машине. Очень интересный пробег, 19 тысяч 800 километров. Продает дедушка, которому 80 лет. А если вернуться вот к этой тренажке, мы с Илюхой сейчас встретились, и я говорю, ну, покажи салон, пожалуйста. Я заглядываю, а у них там коврики стоковые, ну, стандартные, которые раньше мы все видели, резиновые. Пойдемте, покажем. Ну, блин, как она выглядит, соска. Офигенно. Эти тренажки. Вот такие вот коврики. Обычные резиновые, которые, ну, не совсем прямо, конечно, тут удачно лежат. Вот это вот все-то порчится. А у нас в офисе, как раз мы переехали сейчас, у нас лежат коврики, которые мы покупали на свою тренажку, которая у нас была, но вы ее не видели, в общем, была у нас одна тренажка. Покупали коврики Целмат 3D. Они уже, ну, на огромный, на внушительный список автомобилей делают эти коврики. В чем их заключается преимущество? По сравнению с обычными Evo, Evo, Evo ковриками. Ну, кто как называет, чтобы просто мне не поправляли в комментарии. Давайте вот откроем и посмотрим. Вот эти вот коврики, они сформованы специальным образом. То есть, они, видите, они облегают полностью все боковины в автомобиле, чтобы когда ногами шоркаешь или там где-то неудачно поставил свой ботинок, чтобы не запачкать обивку автомобиля. Это все будет выглядеть очень аккуратно. И что удобно, их всегда можно вытащить. Мы много раз это показывали. Здесь, если что-то пролилось, снег растаял с обуви, грязь, она здесь в соты попадает, вы просто вот так вот вынимаете, у вас ничего не высыпается в салоне. Вот, вытащили на мойке или где-то. Вот так вот хлопнули, вот все вылетело. Ну, можем, конечно, сейчас продемонстрировать, но я хочу чисто и просто положить коврики, чтобы это все было аккуратно у Илюхи. Что классно у Целмата. Они делают эти коврики индивидуально по автомобилю. То есть, приезжает к ним, ну, в частности, тренажка. Они по ней долго меряют специальным прибором. Называется 3D-сканер. Потом по нему уже делают именно все вот эти изгибы. Это не ручная работа, это именно промышленное производство. Мы были на этом производстве. Здесь есть вот такие липучечки, которые не позволяют коврику где-то как-то шевелиться, двигаться и, ну, ерзать. Вы его ложите, он плотно, как заводской. Я показывал, у меня была ладовеста, я просто балдел, как это все сделано. Смотрите, вот эти изгибы под салазки, да, сделано все четко. Вот в Целмат можно выбрать материал соты, либо ячейка. Здесь вот соты. Можно выбрать цвет материала, можно выбрать цвет окантовки. Можно также сделать шильд, но в нашем случае шильда нету. Мы не стали его заказывать. Лада, Ниссан, Мерседес, ну и прочие надписи. Все это будет выглядеть очень круто. Также по промокоду менеджер Антон вы можете получить скидку 10%. Просто вводите его в окошко на сайте и получаете скидочку. Заказать также можно и на маркетплейсах. Ну, вы все это можете посмотреть по ссылкам в описании к этому видео. Не забывайте про скидку 10%. Ну, и мы уже не раз повторялись. Мы около 4 лет ездим на всех автомобилях. У нас есть коврики Целмат. И много раз это показывали, потому что это безумно удобно, это эстетично. И ребята себя зарекомендовали, конечно, с лучшей стороны. Что покажешь, как это все круто будет выглядеть, когда я сейчас все это все поставлю, и ты снимешь так круто, под классную музыку, как здесь лежат коврики. Да я думаю, что там машина будет, но... Как это землячки? Это вообще где ездит? Это не землячки. Он говорит, не туда ездит. Вообще не туда, не туда. Землячки, это вообще нам вот туда. Да, но нам нужно забрать Владимира. Да, да. Алло, здравствуйте еще раз. Это вот Владимир, разве, спокойно. Вот машина. Мы подъехали к Магниту. Вам будет удобно сюда подойти? А то я здесь не могу военкомат найти. Хорошо, хорошо. Сейчас, через, ну, 2-3 минуты. Все, хорошо, спасибо. Очень долго. Я не знаю, зачем мы сюда приехали, но нам просто жутко интересно, потому что Вова рассказывает, однажды здесь чинил свою «Жигу», и подошел дедушка и говорит, я хочу вам предложить свою «Жигули» тоже продать. Она типа какая-то там четверка. Мы вчера позвонили, а дедушка говорит, машине 11 лет пробег, он прямо уточнил, он 19 тысяч 800 километров, ездил только на дачу, стоит в гараже, нигде не размещал. И нам просто стало любопытно, что там за машина. Ну, я предчувствую, что она будет всяко к дедушке ездит обычно, там ударил где-то об забор, или калитка ударила в дверь, он там кисточкой подкрасил, и дальше едет годами, ездит. и он считает, что это как бы, ну, это так и должно быть. Ну, в любом случае, интересно, мы сейчас посмотрим. Зачем она нам нужна, я не представляю. Ну, посмотрим. Здравствуйте. 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 Только тебе еще делают антикор, там эти ставят подкрылки. Или за сколько покупали по тем временам? Сколько стоило? Да, что-то с тысячи 300, что ли. 300 тысяч? Да. Ну, 2012 год, да? Да. Два раза в месяц, если съездил на дачу, то и все. Вот за эти годы я наездил, 20 тысяч не наездил, 19 тысяч там с чем-то. А дачу там еще выращиваете, или просто ездите? Да, просто. Уже нет сил, да? Да, конечно. Когда тебе будет 80, я посмотрю на тебя, как ты будешь там лопатой махать. Местные забулдыги приноровились дважды у меня выкачать бензин. Во дворе? Да, во дворе. Ну, я ее перестал ставить на дворе. Ты звездой стал? Да я хочу продать свой агрегат. Ну, вот, ребята, хотят выпить. Здравствуйте. Передаем привет от священной земли Рубиновской. Вова сейчас идет кальций скрестил. Говорит, хоть бы хорошая была. Мне просто четверка нравится. Нравится четверка тебе? Ну, они красивые. Четверка лучшая из всех. Она считается, что и для спорта, типа тоже. Для тридцата, что за дня. Ну, такую, я думаю, на такой можно прям будет путешествовать. Классный какой-нибудь багажник на крыше. А зачем вся эта хероматия? А мы у нас, мы видео про машины снимаем, мы покупаем и снимаем. И делаем красивые такие, как в фильме. Нам нравится. Мы автомобиль любим. Ну, это темное дело, кажется. Это темное дело. Я так делал. Я помню. Ну, что, проветривалось постоянно. Аккуляция. Багажник был чуть-чуть вот так приоткрыт. Вот ее промазывали вот в заводе, да? Да, ну, просто, о, это пушечное сало, плюс то ли солярка, то ли бензин. И под давлением она промазывается. Места у них больные, но здесь все хорошо. Нет, ржавчина нет абсолютно. Все хорошо, да. Блин, стойки просто идеальные. Вот, Вов, смотри, что бензин не украли. А саморезы ж можно было выкрутить и все, да? А тут противоугон. В одном фильме я это видел где-то уже, там человек машину тоже так закрывал. Мистер Бин, по-моему. Ну, что, заведем, а можно заводить выехать, посмотреть? Сейчас только я там, да? А какая цена в автомобиле? 200 штук прошу. Ну, ничего, к бензобаку можно поменять, покрасить цвет, а в крыле можно маленькие, отсверлить три отверстия и заклеивать эти пластиковые, так-так-так. Да, по идее, можно заварить же. И красить все крыло, можно просто чик-чик-чик эти вставить. Ну, можно, поняли, пластиковые эти. Блин, ну вот это, конечно. У меня сразу все упало, когда я это увидел. Антон, не слышу я? Что-то, типа, прям, с удовольствием работает, да? Да вообще она очень хорошая. И все горит. Е-па-р-э-с-э-тэ. А что она должна не гореть? Машина, блин, пробег. Сейчас мы едем, посмотрим. Вот так. Как проверить, что сполируется, смочим. Вот примерно это будет вот так. Будет меньше, но будет. Потом вот здесь. Там есть кофотка. Заходится ведь. Ну да, в общем, то, о чем мы говорили, да. К сожалению. Заезжал в гараж и поцарапался. Лучше бензин сливали. Что? Лучше бензин сливали. Оставлять по минимуму. А мы вчера ехали, пробки как раз стояли. И такая же была, да, с нами на светофоре стояла. Я говорю, блин, какая хорошая джигра в состоянии. А Вова говорит, а я недавно дедушку встретил случайно. Говорит, ну такая же. Он не сказал цвет, говорит. И он мне предложил купить. Ну, блин, это вот реально, да, совпадение. И цвет, и все, и состояние. Потому что та была такая вся подкрашенная местами, но не гнилая. И эта не гнилая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Одно заднее правое крыло, только целая крышка багажника. И то, по этой в темноте и не будет на улице лечиться. А так в целом, ну она какой-то ценности не представляет, к сожалению. Если бы она была, ну там, один-два косячка, вообще без вопросов сейчас можно было. Где-то подкрасить. Да, а сейчас дедушка говорит, давайте подешевле. Но она нам в целом не нужна. Она дешевле должна. Загоняем. Да, нет. Да, загоняем. Жалко, блин. Такая машина. Ни одного живого места нет. Я что-то немного расстроен. Я ожидал, что будет действительно там какая-то прямо девственная машина. Но не наш случай. Но зато у нас появилось новое знакомство. Приехал председатель этого гаражного кооператива, который просил его не снимать, вырезать все, что там мы наснимали с ним, с его участием. Он очень интересную информацию нам дал. В общем, в этом гаражном кооперативе есть Роллс-Ройс 67-го года. И он попробует найти человека, который может нам эту машину показать и поговорить. Потому что его владелец сейчас, ну, может, так сказать, отдыхает. И причем, ну, около 20 лет. Поэтому мы ждем от него звонка. Я вообще просто с таким трепетом я зашел, посмотрел эти машины, как они выглядят. Я примерно предполагаю, что там за модель Роллс-Ройса. И если все выгорит, это будет просто пушка. Ну что, погнали. Продолжение следует...